Здравствуйте, ребята! Посмотрите на это. Теперь в Европе есть порог. Платежи наличными выше 1000 евро невозможны. Если ты так сделаешь, ты участник серого рынка. Риски твои. Если тебя поймают, тебя либо оштрафуют, либо посадят в тюрьму. Это Кристин Лагард, президент Европейского Центрального Банка. И я нашел сегодня отличнейшую статью на Zero Hatch о действиях ЕЦБ Европейского Центрального Банка. Это Супер Инсайт, который расскажет нам о том, что будет происходить и в других странах, включая США. Что будет делать ФРС США дальше? Ее написал глобальный стратег, раба банка в Сингапуре Майкл Эври. И эта статья называется «Это не была ошибка или оговорка». Лагард намекает на повышение целевого показателя инфляции Центрального Банка. Целевой показатель – это цель, которую перед собой ставит Центральный Банк. Например, ФРС США ставит перед собой цель достичь инфляции в 2%. Центральные банки по всему миру знают, что потеряли контроль над ситуацией, над инфляцией, над последствиями своей политики. Их план по закрытию мира и контролю граждан, которых подкупали бы за новонапечатанные деньги, как во времена ковида, полностью провалился. Теперь они теряют контроль, и это будет продолжаться дальше. На самом деле, я считаю, что после того, как Европейский Центральный Банк сделает то, о чем мы сегодня поговорим, ФРС США повторит за ними. Точный автор цитаты неизвестен. Однако, благодаря Марку Твена считается, что премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли сказал, что есть три вида лжи. Ложь, наглая ложь и статистика. Большинство обзорщиков рынка обычно фокусируются на первых двух пунктах. Я же сегодня сосредоточусь и на третьем тоже, пишет Майкл Эври в этой статье. И укажу на все несоответствия в цифрах на экране, которые так возбуждают рынки и участников рынка, будь то модель рождения и смерти в американских платежных ведомостях, резкое падение CPI, то есть инфляции, или же противоречивый рост ВВП Китая за первый квартал 2023 года, который магическим образом побил все ожидания. Высокопоставленные чиновники манипулируют месячной статистикой. Вот о чем говорит Майкл Эври. Например, реальными цифрами инфляции, статистикой продаж недвижимости, процентных ставок, корректировки сезонности и так далее, и так далее, и так далее. Компании и официальные лица используют манипуляции, когда выходят с новостями, чтобы вы все равно чувствовали себя хорошо, даже после плохих новостей, и продолжали тратить свои деньги, поддерживая экономику. «Однако, однако вчера», пишет Майкл Эври, «мы получили пример большой рыночной лжи. Говорить только о статистике, как будто ничего более важного не происходит». Далее его цитата. «В понедельник политическую речь президента Европейского центрального банка Лагард один из экспертов по национальной безопасности назвал поразительной. А моя команда сказала, что она прозвучала так, как будто читала внутреннее исследование нашего банка». Второй по значимости. Центральный банк мира после ФРС США заявил, «Мы наблюдаем фрагментацию планеты на конкурирующие геополитические блоки и появление конкурирующей валютной архитектуры». «Просто подумай об этом, о чем же идет речь?» «Да речь идет о странах БРИКС и о том, что они пытаются прямо сейчас создать новую валюту, международную платежную систему вместо свифта и альтернативу Западу». Это признает президент Европейского центрального банка. Торговые инвойсы и своп-линии являются ключевыми в этом сдвиге. Фискальная политика Запада должна быть экспассионисткой со стороны предложения и со стороны обороны. Монетарная политика должна действовать точно так же, как она действовала в 80-е годы. Вот это очень интересно из того, что говорит Лагард. Монетарная политика должна быть такой же, как и в 80-е. Мы собираемся испытать нечто большее, чем в 80-е. Вот как нам следует это понимать. Тогда ФРС США боролась с инфляцией, которую сама и создала в 1970-х годах. Тогда, например, ипотечные ставки вырастали до 18%. И я думаю, что мы увидим это и на этот раз. А возможно, даже гораздо хуже. Далее Лагард добавила, что если достичь целевого показателя инфляции в 2% не получится, они видят возможность его изменения. Изменения своей цели по инфляции. Цифровая валюта Центрального банка, говорит президент Европейского Центрального банка, может понадобиться для обеспечения фискальных расходов и выставления торговых счетов. В системной конкуренции лучше всего себя проявит тот геополитический блок, который лучше всего реализует ЦВЦБ. И роль центральных банков при этом останется ключевой. Это была их цель, верно? 2% инфляции. Теперь они говорят о том, что, возможно, они повысят свою целевую ставку по инфляции. Все это, продолжает Лагард, будет иметь огромные последствия для всех классов активов экономики и политэкономики. А теперь задумайтесь, чтобы высказать это все на широкую публику, Лагард должна была согласовать свою речь с еще более высокопоставленными людьми. Это не была ошибка, не была оговорка, это было преднамеренное, предварительно одобренное заявление. Мы столкнулись с бессрочным, глобальным политико-экономическим соревнованием с направлением политики только в одном направлении, а не с циклом повышения ставок или их паузой, уж точно не разворотом политики ЕЦБ или ФРС. И как же на это отреагировал рынок, пишет Майкл Эври. Абсолютно никак. Как отреагировала финансовая пресса, освещающая каждый? Рыночный кашель, чих или сплетни? Да никак. Было очень мало заголовков об этом, почти никаких комментариев и никакого анализа. Ни одного видео на Ютубе. Основное внимание уделяется статистике, такой как рост ВВП Китая, или количество подписчиков Netflix, или падению CPI в США с 6 до 5%. Это потому, что они хотят рассказать, что все становится лучше, показывая нам манипулируемую статистику. ВВП Китая растет выше прогнозов, но в то же время ЕЦБ стремится повысить целевой уровень инфляции. И это то, что они делают прямо сейчас. Они упоминают об этом вскользь в своей речи. Интересно, что в начале года Лагард говорила о том, что ЕЦБ не собирается ослаблять усилия на пути возврата инфляции к целевому уровню в 2%. Спустя 3-4 месяца она говорит, что возможно ЕЦБ повысит целевой уровень инфляции. При этом они забрасывают информацию о своих планах дозированно, как прикормку рыбам, а затем просто следят за реакцией среднего розничного инвестора. Так вот, этой реакции сейчас нет. Единственная реакция на Ютубе – это моя. Они будут делать это до тех пор, пока люди не привыкнут к идее, что их новое решение – это нормально. Их решение повысить целевую ставку по инфляции – это нормально. И уже после этого они поднимут целевой уровень инфляции с 2 до 3 или даже 4, может быть, даже до 5%. И скажут, вот, мы добились своей цели, и люди будут считать их спасителями. Эту манипуляцию стоит понять всем. Люди спят наяву и не видят того, как их дергают за нитки, как марионетки. ФРС США повторит пример Европейского Центрального Банка, в этом я уверен на 100%. Вы увидите каждый шаг. И ЕЦБ, и ФРС США. И они будут одинаковые. И конечная цель будет повышение целевого уровня инфляции, приблизительно как повышение потолка долга, так они решат все свои проблемы, но приумножат ваши. Однако, вы будете даже этому рады. И я вижу день, когда доллар США не будет единственной резервной валютой, что будет существовать целая корзина валют, в том числе и цифровых. И ФРС тогда начнет откровенно говорить о ситуации. Эй, это может быть хорошей альтернативой. Возможно, нам нужны другие валюты, вовлеченные в процесс, чтобы уравновесить систему. Особенно цифровые валюты центральных банков. Привет, Юникоин от МВФ и цифровой юань от Китая. И в этот момент мы будем гораздо ближе к тому, чтобы получить настоящие правдивые новости. Доллар США больше не является мировой резервной валютой. Итак, собираетесь ли вы стать 99% овец, которых просто ведут на убой, во время этого валютного краха? Они не переживут его без последствий. Они к нему не готовы. Или вы собираетесь стать тем одним процентом львов, которые к этому готовы? Как же к этому подготовиться? Избавьтесь от долгов. Не влезайте в долги. Еще больше, как минимум. Посмотрите на альтернативные варианты хеджирования рисков, такие как золото, серебро или биткоин. И не смотрите на ежедневные колебания цен. Придерживайтесь своего плана. Например, план покупать каждый месяц на 100 долларов золото, на 100 долларов серебро и на 100 долларов биткоин или хотя бы что-то одно. Может быть, сумма и поменьше. И делать так годами, несмотря ни на что. Посмотрите, что делают богатые люди. Центральные банки и богатые люди покупают золото рекордными темпами. Некоторые и биткоин. И на это есть причина, потому что они знают. То, что не знает большинство, мы на данный момент переживаем всемирный валютный коллапс. Только об этом практически никто не знает. Никто, кроме нас. Ну а меня зовут Богатейший, иди увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok